во имя отца и сына ситарь духами аминь ну что поговорили с человеком с кем мы там разговаривали ты уже дома да да это был александр шлоков на и как он попросил чтобы я за него поручился там ну такое у нас это не принято это неправильно поручаться это сложно очень за кого-то то есть должны нужны какие-то основания там и так далее а я его не знал а он там столько уже наворотил как говорится дел уже там ему давали и там поменьше там и 5 месяц молчать там и полгода и год он все это попрал вот ему два года и чтобы он отдал у кого брал деньги там и так далее ну то я понял про кого я понял это но мы с ним очень хорошо поговорили вам он в покаянии находится не может не может найти господа до конца то есть правильные такие слова у него тут он долго уже у нас слушает а исполнение никакое там у него женщинами и с водкой вроде бы только не курит а так все это да очень сложное такое сложное ну и вот сейчас ему на два года дали таких вот мы с ним поговорили но про и беседа такая неплохая беседа да ничего не могу сказать он про не против ничего не сказал это не как с гусейного гусейнов тут я с ним не беседовал даже вот тут по скайпу а печат печатали или говорили так он мне там я чего-нибудь такое скажу он сначала поблагодарит а потом как выдаст такое что на ругался все ругался что все я то гордые а то еще чего нибудь он сначала поблагодарит а потом делать не умеет не знает как и не хочет и начинает это все от мама я вижу ушел все помог маме ну как я оттуда я собрался прибрался ушел мама сейчас приехала я с ней не виделся еще я не знаю как подойти вот раскаянием понимаете я простил просил у него прощение перед тем как с покаянием идти к господам и думаю как я могу господу идти с покаянием если я прощение у родителей не попросил да не то что прощение это ну разная бставил не поблагодарил родителей прощение это может и не зашивки против просить кстати да и в этом направлении вообще не думал даже может и хороший сын я чего могу сказать я просто ты сначала сказал я там холодное сердце там чугунное сзади места это я думаю что такое молодой человек такой а ты начал там говорить что маме помогаешь туда-сюда я думаю это правильно по-христиански ты себя понимаете вот это я вырос как бы родители у меня взрослые были я рос в семье я не видел как двое человек любят друг друга вот теплые такие отношения я не видел никогда не наблюдал этого и вырос как бы вот мама вот папа папа до два родителя все ты как это ты ты как император павел вырос его сразу от матери забрали екатерина великой так но она тогда была еще не великая елизавета бабка забрала и все и воспитывалась воспитывался мальчонка далеко далеко от мамы и так и не смог его полюбить до конца мама такая была поэтому сложно конечно сложно так что может быть каким у тебя на запросе не попросить еще а ты должен благодарить их поблагодарить поблагодарить я благодарен бесконечно все условия вообще я не скитался там голышом там если босиком не бегал всегда сытый ложился спать все в тепле одетая бутой это вот достаточно будь миротворцем родителей примири но это этого это очень сложно не нет ты не понял меня ты можешь для того и рожден чтобы родители между собой примирить они в обиде друг друг на друга или еще что-нибудь не обязательно чтобы они вместе жили там уже и прям но они должны простить друг друга надо с мамой поговорить потихоньку или с отцом и сказать а вот вы его так все время жили но ты уже взрослый у вас какая-то обида пробежала или в чем дело то но чтобы и не обязательно прям там до конца всего спрашивать может быть она и ни к чему просто к тому ты по-христиански поговори скажи вам остается меньше и меньше жить и господь дал вам меня а мне дал себя господь для того чтобы я вам открыл чтобы без покаяния без прощения не пришли те обители куда господь направит нас после смерти вот такими красивыми выражениями не надо там пугать червями там или чего-нибудь ну понятно что все уже понимают что такое смерть а ты говоря о том что для жизни вечной если вы хотите быть жизни вечной в раю а все обычно хотят в раю все в раю но если серьезно разговариваю тут вы должны простить друг другу ибо господь сказал что если вы не простите должникам вашим то и я не прощу вам так вот а если простите то и господь ну и найди место писания и и вот с этой точки зрения вот ты будешь миротворцем это для тебя самое важное поговорить с мамой и с отцом если удастся двоих собрать собрать и сказать им прямо вот так вот как они будут сидеть пускай они друг от дружка подальше сядут там если они близко не сидят а ты прямо прям встань перед ними там хоть на колени и скажи вот так и так вот господь меня поставил вам сказать это потому что я вам благодарен да лучше всего конечно благодарность по отдельности это хорошо но и вместе высказать им это может как раз их объединит они они поймут что они сделали великое дело не бросив тебя воспитывая тебя и каким-то своим воспитанием доведя тебе даст ведь это не без их участия так же как и мои родители не без их участия я достиг этого достиг того что господь меня и посчитал избранным и дал мне слово свое святое которое я полюбил и до сих пор вот уже сколько 30 лет получается со словом божиим когда она попала ко мне нет она попала паду подольше попал 34 года назад 34 а нет еще скажу в 87 году сколько лет назад ну да 34 года получается а через четыре года я только осознал что она слово божье меня ведет что это путеводитель моей жизни осознал и господь мне себя открыл тогда 30 лет назад он на себя открыл и через три года чуть больше я уже был в общине православной настоящей и другой не вижу такой хоть у нас батюшка сопротивляется говорит что дать это что вы опять о себе вы только одни спасаетесь там и так далее не говорим ничего этого конечно но наши поступки все это делают такой вывод что даже наш священник говорит о нас в таком уничижительном виде это слава богу очень хорошо по поводу отца хотел спросить я не знаю как подойти к нему понимаете у него такая это как бы как как барьер такой или что он постоянно с юморком таким постоянным постоянно футеечки у него и юмор у него такой как бы в кавычках для него смешно и я хотел ему сказать что когда последний сдох и там юмор то весь отлетит сразу же он до этого еще отлетит у него не пробиться до него возможно тебе придется ждать долго я очень писал то что такую возраст у них и они как бы здоровые ходят на своих ногах то есть не не немощные знаю это господь так делает только для чего и непонятно да да для того чтобы они здесь на земле уже пожили и там потом господь бы им сказал а по моим законам дней лет наших 70 лет при большей крепости 80 и самая лучшая пора их труд и болезнь болезнь проходят быстро и мы летим а я вам не дал болезнь и почему из-за того что вы воспитали такого сына который меня искал я облегчил ему жизнь ради ради него вы жили без безболезненно грешниками чтобы он мог меня искать найти и вам потом рассказать обо мне и вас доходить доходить вас иначе при других раскладах просто вы бы помер померли раньше в бомжатники в каком-нибудь где-нибудь под забором в грязи там пьяными и так далее и у меня здоровье здоровье у меня здоровье стопроцентно хотя и в грехах был там через угодил к че только не было я мог бы тоже сейчас уже больным быть 30 лет да господь это все дает а потом в конце жизни он с тобой рассчитает значит ты с ним рассчитаешься те господь подскажет как то есть я тоже был здоров я поднимал штангу 400 килограмм у меня была тяга у меня руки не выдерживали такие были я ел протеин специально копил вес довел почти до 120 килограмм 118 килограмм 700 грамм я был у меня были сплошные мышцы занимался специально но это было как говорится начало моего конца не надо было мне двигаться надо было оставаться в футболе футбол играть но я при такой массе я нормально бегал как бы тяжелее толкать помедленнее немного но все равно бегал ну и конечном итоге у меня полетела колено от этой массы она уже была надорвана тут я сделал самое неправильное что можно было только нарастил себе 20 килограмм ой 40 килограмм весу сам а теперь при любом раскладе когда я ничем не занимаюсь у меня уже колени сели я не могу бегать не могу резко передвигаться там или еще что-то замедлилась у меня этот подвижность сустав вся изменилась уже не могу там носки одевать как следует и так далее то есть и все и вес он начал постепенно набираться набираться добрался до 120 и выше а рост у вас какой метр восемьдесят до 80 у меня 175 и 65 килограмм 65 шестот и взвешивался ничем не занимаешься ты не знаешь что это такое я в другой жизни жил я понял я сейчас сколько но наверное порядка десяти лет у меня было у меня были каждодневные тренировки каждодневные тренировки по несколько тренировок в день мы занимался разными видами спорта но тяжелая атлетика это она меня добила сначала подвижки начались у меня уже было бицепс был 145 почти что 148 9 почти 145 144 9 я подтягивался 75 килограммами у меня было четыре подхода по 10-12 раз мощно очень мощно растяжка была ну не стопроцентно практически и малаш убил я хорошо с поворота но эти прямые это так себе даже ничего не значит и у к гири тоже так фигня боковые и у к гири голову да в голову там удалить в метр восемьдесят но с двухметровыми конечно людьми вообще тяжело встретиться где-то а так ну своего возраста метр семьдесят ну и веса хватало чтобы боксеров бороть если они меня били уже я не мог увернуться то тогда можно было забороть их хотел быть сильным таким ну женщины конечно любят это такое ну и так оно и было все это ушло в никуда все начало вести к грехам еще большим поэтому телесные упражнения мало полезны мало полезно если ты отдаешься полностью телесном упражнением а вот зарядка да это нужно конечно себя развивать и так далее а 30 лет в 30 лет я в 30 лет только все закончил в 30 в 30 лет я закончил уехал с колымы и закончил все тренировки а здесь начал заниматься уже благочестие стараться ходил в тюрьму в тюрьмы даже потому что так было четыре здания ходил в редакцию за ним доставал литературу духовную чистую бумагу газеты журналы все это в тюрьму доставляли все ходил проповедовать каждую субботу два часа площадь сахарова барнауле почти восемь лет и даже зимой ну и работал конечно работал в тайге геологом все это время не приставая ну или отделочниками или на стройке работал ну и господь дал мне в 55 лет уйти все-таки на пенсию слава богу правда не без брата брат помог брат селастиан у нас адвокат юрист как раз по таким вот делам и он прям четко все 66 заседаний суда района выиграли но прошло и потом на шестом нам сказали что одобряют мою кандидатуру на пенсию 55 то был девятнадцатый год как раз повышение пенсии и было видать какое-то негласное там поручение что вы никому пенсию не давали чтобы зажимали прям пенсии и очень тяжело было и только через краевую коллегию суда это три судьи сидят в крае и они решают уже и после этого можно подавать только верховный суд но пенсионный фонд на это не пошел им запретили то есть все нужно делать до или до коллегиального суда или коллегиальный чтобы поставить что такое малышенька младушка ладушка чё басенька вернулась басенька вернулась малыша мая баса вернулась слава богу вот какая кошка вот вот такая кошка у нас вот какая вот она какая кошенька нас хорошее сладушка ладушка наша а тут наверху а вот кто это бася это бася вернулась пять дней не было басить это она у нас так уже ходит наверно месяц пять дней нету три дня побудет может быть пять и опять уходит на пять дней третий раз уже третий раз и опять возвращается вся грязненькая жопка грязненькая в какушках вся помыли сейчас ее тетя и на весь принести может вас тетушке помыли принести потом кого-нибудь может нагулять а нет не нагуляют они никого потому что понятно потому что потрачено на них денежки чтобы они чтобы они не мучились а то ну очень понятно они мышек ловят молодцы ребята так но у тебя как дело в общем то я позвонил тебе узнать как у тебя дела соглашение что читаю библию читаю не не менее не с этого ты начал я не видел ни заявления твоего а и фотографии ничего то есть я ничего этого не знаю ты же мне не звонишь ничего не говоришь я понял заявление написал первое заявление отправил то есть своим почерком написал отправил вячеславу брату он направил играть и тихомичу и на тихо забраковал дарит ничего не понятно переписывать я давай переписывать его печатными буквами перепечатал отоствовал и сейчас жду наверное нормально прошло все только я не сфотографировался с ним забыл ты это ты уже как вот ну человек социального социального общества ты должен взаимодействовать с другими людьми учиться вот что-то сделал ты раз мне напечатай там из скидочку какую-нибудь я понял отправил заявление жду ответа все все понятно все хорошо надо огород городить там кто кому позвонит когда и что все ясно или там допустим нужно поговорить там после занятий там четверг или когда найдем раз поговорили все рассказали а то я ко всем стучусь туда им шанов там к нему надо звонить тебе тоже надо дозваниваться до тебя вы такое впечатление как будто сели в стороне как это как щенок у нас и его пока не покормишь он сам не знает где взять но это она уже начинает туда-то сбегает где там еда есть воду там попить это уже она знает где вы такие какие-то странные то есть он как беззаботные такие ребята вроде оглашенные ты знаешь какой я был оглашенный я тебе расскажу давайте в 4 января 1996 года я пришел на занятия первый технический институт политехнический городу барновала алтайский называется корпус б на димитрова 410 аудитории и там прослушал первую лекцию тогда тихоносе и увидел что я неправильные мои познания вообще по слову божьему не раскрыто для меня ничего и вообще то что в церкви вот делается оказывается не все просто так и те каноны которые люди раньше соблюдали они соблюдают и сейчас тоже верхний завет это не просто что выкинули все то что обветшало его не выкидывают его отставляют в сторону в сложных обстоятельствах она понадобится дырку за что полутие тепло уже еще одна одежка не помешает когда господь сменит климат и так далее и тому подобное я понял что я не прав и потом я уехал и три месяца январь-февраль и март но не весь март работал в тайге мы там полигоны чистили а в марте началось от потепления и начали бульдозера тонуть очень они были мы не знали как это все будет они начали тонуть уже в феврале у нас болотах алтая бульдозера мы были катерпилары и чтезе чтезе 330 а катерпил а катерпилар десятка дл это 75 тонны ского-то от чтезе 330 у него он 40 тонник и ну и он чуть получше себя держал не так тонул ну тоже а этот 75 тонны начал там ну и мы выгнали все и меня обратно отправили в барнаул и здесь барнауле чтобы я делал там готовил документы сезону летнему и так далее и вот где-то после после мартовских праздников этих 8 марта числа 12 получается я попал на на службу крестово-воздвиженскую общину алектина пантелеевна петеримова меня пригласила а до этого меня пригласили к епископу антонию с целью сделать из меня священника священник деревне итогу населенного пункта в котором я через который в общем-то пролегала дорога в тайгу при этом выезжал воскресенье и службу но ведь на литургию приезжал этот священник но мы с готовы священник там черте ничего не стоит только положить поедем когда поедешь барнану то мне скажи и там встретимся я там часто бываю и значит вот так вот все получилось и он мне не позвонил он должен был позвонить мне в 3 часа он не позвонил я должен был идти к епископу не позвонил а в 4 часа служба я в четыре часа пошел на службу. И вот там на службе, когда пошел на исповедь к батюшке, у меня получилось покаяние, а не исповедь. Я-то думал, что я безгрешник, а мне батюшка многое открыл. Когда он открыл, я понял, что я со всеми не каялся и все это. Ну, то есть впервые меня обличили по-настоящему. И все. Ничего там такого не было. Он спокойно побеседовал со мной, а я все понял. Я все понял, что иду не туда. Совершенно. И начал искать пути, вот эти самые, чтобы можно было попасть. И я начал ходить, конечно, дальше на занятия тут же. И понял, что нужно быть оглашенным. То есть мне сказали, что ты не крещен. И у тебя крещение это не истинное. Ну, все. И я подошел на тих ночи и говорю, вот вы говорите о крещении. У меня есть один уже человек, который поручился за меня, поручитель. Это Евгений Янчук. Сейчас он у нас дьякон, но с батюшкой не служит. Хоть он как бы в нашей общине, ну не в нашей, а в деревенской там, но он с батюшкой не служит и не ходит в храм батюшки. И вот тогда-то все было нормально. И он у меня был поручителем. А мне, говорю, еще одного надо. И тут мимо пробегает брат Севастьян, который потом будет юристом, адвокатом, который меня на пенсию увидит. Без него я бы не попал. И сейчас бы так спокойно не сидел тут. И он говорит, да вот, брат Севастьян, очень хороший брат, ревностный. Вот. Ты с ним поговори, пускай он у тебя будет. И я за ним пошел. А он такой молодец, как прыснул, побежал, побежал. Я за ним побежал, побежал, на остановке поймал его. Я говорю, ты брат Севастьян? Ну да. Я говорю, брат Севастьян, вот я хочу в оглашенный пойти. У меня, говорю, уже Янчук, Женя, поручился. Мне нужен второй. Игнат Игнатьевич предложил тебя. Да я не могу там туда-сюда. Я говорю, да тебе ничего не надо будет делать. Я сам буду к тебе приходить, приезжать или куда надо. И буду тебе все рассказывать, что я прочитал там и так далее. Ты только мне вот, ну, подскажи, какие там лучше всего почитать. Местописание или что нужно и так далее. Тогда не было такого, как сейчас тебе дали вопросы там и так далее. Тогда несколько было посложнее. Там были материалы, материалы я еще прочел. Он говорит, вот материалы. Я говорю, я их уже прочел, уже прочел из-под записи и так далее. Уже все, я понял все. Понял кто-то. Коммунисты такие, давно понял, как они преследовали церковь и так далее. Как так батюшка может сейчас сказать, что я всегда понимал там все не так, как вы. Причем тут коммунисты. Кошмар пустой. Кошмар. Головей не укладывается. Какой-то обман. Просто и все. А теперь все. Дурачков делается из нас. Ну, в общем, ладно. В этом плане только. И все. Я за ним, он там уже в автобусе. Ну, что, ты согласен? Я к тебе приеду. Он говорит, нет-нет, я согласен. Ко мне только не приезжай. Будем встречаться за занятия. Я говорю, ну, все, хорошо. И все. Так мы с ним и подружились. Ну, и он приезжает. Я на занятия. Там перерывы у нас были 10 минут. Я к нему. Так и так. Вот я тут отчитаю. А я прям с братьями жил. Познакомился с братом Вячеславом. Вячеславом был Старков такой. Очень ревностный брат. Блокнот у него был. Он там все записывал. Всякие молитвы, всякие истории. Там всякие стихи писал. Ну, недолго был ревностный. Как говорится, недолго музыка играла. Недолго фраер танцевал. Господь всех проверяет. Но они жили рядом. Он жил. Потом оглашенный был. Он был уже крещен. Год как. Нет, не год даже. Два года. Оглашенный был Виктор Плеханов. Он так и остался вечно оглашенным. И теперь его нет в нашей общине. И он так и не крестился. Не знаю, сколько лет он оглашенный. 30 лет уже оглашенный. Так и не крестился троекратным подружением. Кошмар какой. У него женщина была главное препятствие. Сладкая жизнь. Похотливая. И второй это был Андрей Дробот. Это Дробот такие есть дети. Ты видел, наверное, их. Вот это у них отец. Он был в нашей общине довольно долго. И он крестился как раз. Только в 94 году он где-то пришел. В 95 крестился. И мы вот жили вчетвером. Платили за домик этот. Все это было рядом с храмом. Ходили в храм. И потом как на Тихонычу. Он прям рядом жил. Там на параллельной улице. Прям вот. Просто вот так обойти немножко. И все. Там буквально метров 300. От него. Очень часто были мы у него. И так далее. И когда он узнал это все. Он говорит. Да что братья тебе рассказывают. Я говорю. Ну конечно. Мы там вместе читаем. Молимся. Так что. Ну у меня было что ему рассказать. Он даже с интересом слушал. Все. Все. Вот так. Я стал оглашенным. Там был интересный момент. Брат. Ну эти братья. Они занимались. Ну Андрей. Он занимался. Краснодеревщик. Краснодеревщик он сам. Он делал там поделки деревянные всякие. Продавал. А эти два брата. Они занимались торговлей на рынке. Продавали еду. Ну так как Витя он еду не умел делать. Он делал чай. Чаи. Там кофе у него были. У него куча термосов. Сам он метр почти 90. Метр 89. Здоровенный детина. У него сумка эта с собой. Он прям так носил просто. Там куча термосов. И он чаем поил тех кто стоят на рынке. А этот Вячеслав он поил чаем. И еще там развозил еду. Ну там заходил куда-то. И там кто-то делал еду. И он эту еду. Но к чаю к этому и кофе он подливал коньяк. Брал с собой всегда хороший коньяк. Дополнял его. И в конце, если коньяк оставался, то он его сам употреблял. Ну не пропадать же добру, говорил он. То есть он так и остался алкоголиком тихим. Но это все выяснилось только когда в воскресенье начиналось. То они шли и брали в киоске бутылку вина. И в воскресенье пили вино. Вроде как будто, ну, воскресный день. Там вина можно выпить и так далее. А я говорю, нет-нет, я не для того каялся пред Господом, чтобы опять начинать выпивать. Нет, я не буду пить. И они там выпили этого вина. А вино оказалось отравленное. И как давай полоскать. Да. А я им говорил до этого, не надо, братья, не пейте. А Витя, он тоже такой любитель. Он говорит, давай-давай там. Ну, и когда это все случилось, то этот брат Вячеслав говорит, вот, бери пример с молодого брата. Только приехал с молодого брата. Он у меня старше где-то на три года был. А я Виктора старше, наверное, лет на десять. Я как бы молодой. Ну, то, что зеленый еще. А то, что еще в оглашенных тоже хожу. А тебе все жрать надо. Я говорю, а что ты его ругаешь? Ты, вы же вдвоем покупали. Ну, в общем, так. Так что надо блюсти себя с самого начала. Я не знаю, тебе... Ты просто как у Христа за пазухой сейчас находишься. Потому что то, что я тогда пережил, мне пришлось через предательство этого Вячеслава пережить. И предательство потом этого Виктора тоже пережить пришлось. В скором времени, через год, они оба уйдут из общины. Причем Виктор, если тихо ушел просто, потому что он блудить пошел, его там через несколько лет посадят в тюрьму, то Вячеслав, он уходил с руганью. И так далее. Как он меня подставить решил с моей женой, вот с Мариной. Давай создадим монастырек там и так далее. А сам уже посватался к сестре там, к одной у нас. Я ему потом говорю, зачем ты меня обманывал-то? А что тебе, говорит, эта жена у нас, зачем тебе нужна? Я говорю, ничего себе, зачем ты говорил про какой-то монастырек, когда ты сватался к этой... Как ее звали-то? Младшая Наташа, а эту звали... Мариша! Как там звали-то это? У этих... Вячеслав Старков-то вышел. Наташа, а эту как звали? Старшую. Нет, нет, за Наташу вышел Вячеслав. Ой, Вячеслав. Да, там же тоже Вячеслав. А не два Вячеслава. Вячеслав Старков-то вышел. Как ее звали? Старшую это? Галя. Галя. За Галю. Вот. Так что предательство, но предательство... И только я пришел, столько там начала предавать, из общины ушло. Ну, не знаю, человек 30, наверное, не меньше. И молодежь. Молодежь, молодежь уходила лет по 20, по 25, вот так. Из-за поисков, из-за десятины, из-за того, что много стариков в общем нет. Ну, в общем, и так далее. Я считаю, что у нас то, что сейчас есть, это зрелая такая наша... Ну, как сказать... Зрелая церковь, как сказать, так и сказать. Именно вот в нашей... Потому что, ну, как много уже прошли, и долго люди в общине уже... То есть исповедуются, причащаются, где-то участвуют в каких-то добрых делах. В проповедях сколько участвовали. Ну, и, допустим, воскресную школу там ввели. Были у нас концерты даже. Не много, но были концерты православные там. На православные, на библейские, ну, мотивы именно. Стихотворения сами писали и так далее. Песнопения, концерты, дети постоянно концерты там. Ну, в общем, довольно-таки было. И там трапезы совместные. Вот потеряевки, потеряевки, крещение там. Праздник, Пасхи. Ну, что там говорить, старались. И здесь тоже дружили. Ну, и сейчас продолжают дружить люди. Многие между семьями. Семьи или там отдельно как-то. Ну, и у нас тоже так получается. А сейчас вот есть интернет, и прямо-то... Мы можем передать и опыт, и... Ну, сам, короче, увидишь. Да, конечно, сейчас такое время благодатное вообще. И спрос, конечно, с нас будет большой. То, что нам все дано. Вот нам молодым. Сколько дано. Все возможности. Вообще все. Тебе проповедовать дано, конечно. Надо проповедовать. Как один ты там будешь это делать в своей городе, в городе в этом. Ну, вот надо стараться. Не только в городе, можно в деревнях куда-то. А у тебя машина нету, да еще? Тебе надо машину. Город маленький. Я задумался об этом. Город маленький. Туда-сюда за полчаса можно пройти. Будешь ездить в деревню. Можно с братом Вячеславом встретиться. Или с братом Борцовым Александром. Вы, кстати, разговаривали после занятий? Сейчас. Да. Разговариваю. С Александром все же, я говорю. Я слушаю беседы ваши, да, хорошие. Ну, да, мы как бы... Он как ведущий, видишь, тоже с нему обращаются. Часто и так далее. И он дьякон. Вот в чем дело. Это не просто так. Дьякон, который покаялся. Возможно, впереди, что ждет сложная жизнь. Хорошо все понимает. Я ему вопрос задаю. Он мне прямо говорит, а я, говорит, на занятиях просто так не сижу. Говорит, я слушаю. Хотел, вопрос задаю тут всем. Отверди. У меня будет понедельник, отверди занятия. Кто как понимает. Мы попадались все на этом. А он нет. Он такой сразу. А я думаю, говорит, судя по тому, что вы говорили, скорее всего, это вот что. Я говорю, ты какой, молодец. Хорошо слушаешь. Я говорю, все это будет с подтверждениями святых отцов еще, говорю. С разъяснениями. И на сегодняшний день. Должно быть очень познавательно, интересно. Так что приглашаю тебя тоже на занятия. Не забудь плейлист этот. Там подпишись на него. Или как он там называется, не знаю. Ты спрашивал, нет? Я смотрю. Поехали в эту плейлист. Небеса небес. Посмотрим. Ну ты, это, у тебя есть, да? Ага, ну все. Хорошо. Помоги Бог тебе. Отверги будет интересно. Ну там где-то, наверное, два-три занятия придется вести. Потому что информации много. Приблизительно так. Не меньше. Ну ладно, помоги Господи. Вопросы есть какие-то? Я не слышу тебя. Не слышу. Что-то заскрипело, заскрипело у тебя. Да, да. Да, да. Да, все слышно? О, вот. О, хорошо. Что-то там у тебя выскочило, да? Да, да. Ну вот гляди. То есть тебе нужно до конца все решить вопрос с соглашением. Все-таки. И начнем работать по вопросам. А, вот оно что. Ну да, я понял. К оглашенным. Да. Чтобы все было понятно, что ты оглашенный. Да, мне. Это вы мне хорошо подсказали. То, что вам надо сообщать. Курс дела вас вводить. То есть, как-то контактировать с людьми. Да, это правильно. Конечно. Не надо стесняться. Какие могут быть между братьями, между верующими. Какие могут быть стеснения. Какой-то вопрос появился. Дальше. Просто жертва общения. Это для меня реальная жертва. Вот я такой вот. Можем какие-то ты евангелие читай. И где тебе, ну какой ты хочешь. Вот как мы с тобой шестую главу проходили. Ты найди там что-то, чтобы тебе. Я тебе. Мы с тобой вместе вопросы раскроем. Может быть сразу раскроется нам место писания. А может быть придется тебе поискать что-то. И так далее. То есть, ты сам только выбери. Сам читай сам. То есть, вот допустим, если я читаю, у меня возникает вопрос. Ну, как обычно у меня. Я пошел в интернет. В интернете там сразу все. Ну, все ресурсы, все толкования. Все. Все цветы и отцы. То есть, мне не нужно читать. Оставить вот для братьев вопрос. Я так понимаю. Как не нужно читать? Нет. Я прочитал мне вопрос. Я пошел толкование искать. Да. То есть, не задавая братьям вопрос. Молодец. Ты молодец. Или братьям задавать вопрос. Чтобы все знали. Все на видео потом посмотрели. Это еще лучше. Только ты все равно сам пройди этот вопрос. У тебя вопрос возник. Ты можешь по этому вопросу задать вопрос. Нормальный это вопрос? Или еще попальный вопрос? Угу. Да. То есть, вопрос задать я знаю. У тебя должно быть вопросов. Целая вот такая куча. Для того тебе и поручитель дан. Чтобы из этих вопросов что-то отсеять. И потом ты прям буквально через короткое время сам научишься отличать нормальный вопрос. Если ты читал Священное Писание. Вот так. То есть, допустим, Новый Завет ты прочел. И по Новому Завету у тебя вопросы и так далее. Ну, там даже с ветхим будет связано. Все равно. А в спасении Господь нам оставил все нужное для нашего спасения. Еще вопрос. Вот у нас насыщенный Новым Заветом. Насыщенные вот занятия. То есть, мне лучше переключиться на Ветхий Завет отдельно читать. Или как? Или и то, и то. Ну, в принципе, да. Новый Завет у нас тут столько читается его, что ты можешь Ветхий Завет читать. Вполне. Я тоже так думаю. Возьми какое-нибудь толкование такое простенькое. Я думаю, Ефрема Сирина. И можно читать. Книга Бытие у него, книга Исход. Ну да, у него на пяти книжей вроде толкование есть. У меня в электронном виде есть. Да, Ефрем Сирин, он немного-немного, но и вот там, если что-то непонятно, ты можешь вопросы задавать. У него на церковно-славянском обычно. Можешь сам попереводить. Тебя столько ждет интересного, конечно. Я прям даже тебе немножко белой с завистью такой завидую. Я так уж много знаю, все открою, когда открывается. Мне сегодня вот Господь еще открыл кое-что. Прям радостно тоже так. В понедельник буду об этом говорить. Ну, видите, я не попадаю. Я никак не попадаю на занятия работы у меня. Ну, но ничего. У тебя плейлист должен быть. Там плейлист его дополняют постоянно. Этот плейлист. Занятия по ветхому завету Игорь Дубунов ведет. На книгу бытия. Вячеслав, у него эти... Иногда выставляют в чате, есть они где-то этот плейлист. Можно просто поискать, найти плейлист ветхий завета, и он выплывет. История-то есть же в чате, я так понимаю. Ну, вот можно найти там. Вот так. Так что тебя этого ничего не упустишь, если послушаешь, я думаю. Ну, тогда все. Да, помоги Бог тебе. Помоги Господь. Слава Христу. Не забудь с мамой поговорить, а отца пока придержи, как говорится. Но смотри, то, что я тебе сказал о миротворчестве. Перед ними ты можешь поблагодарить их. Может быть, каяться и не в чем. Если, я думаю, каяться в чем-то, ты говоришь, каяться, каяться. Я-то говорил о благодарности вообще к родителям, а не о покаянии. Покаяние – это когда ты согрешил в чем-то. Понятно. Вот. Я не знаю, можно даже полюбить родителей. Сказать о любви к ним. Ну, да ладно, это уж я загружать не буду. Ты же еще оглашенный. Ты еще не родился. Может, тебе все после крещения откроется. Может, я упаду на колени и вообще буду ночами тут. На коленях, я не знаю. Под лезами. Ну, хорошо будет, да. И плохо. Если бы сейчас откроют слезы тебе. Ну, ладно. С Богом. Помоги Христос. До скорой встречи. Не забудь писать что-нибудь. Не теряйся. Господу славу во веки веков. Аминь. 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 Аминь.